В данном видосике я научу вас, как фармить пачку мини-боссов под названием Скелет Чемпион. Сразу двоих за рейд, за соло рейд, в одиночку. Вы сможете это сделать, в принципе, за любой класс. За дальников несколько это делать проще. Я показываю на примере лоховского невкачанного мага. Сразу скажу, что я за мага практически не играл. То есть я его просто взял специально, чтобы мне было потяжелее все это реализовывать. Там есть одно конкретное место. Иногда в нем этот скелетон застревает. Но даже если не застревает, я вам покажу без проблем. Вы все равно сможете его зафармить. Ну как без проблем? Проблемы, конечно, скорее всего будут. Кстати, сразу скажу, фаерболлы и заклинания разрушающие двери не используйте. Что самое главное, там шансово может выпасть даже золотой ключ. Сразу стоит оговорить, что в процессе записи данного гайда я наубивал где-то этих скелетонов штук. Ну, 10, это как минимум где-то в диапазоне от 10 до 15. И мне ни разу ключ не выпал. Но я знаю точно, что он выпадает. Итак, на примере мага можно в инвизе с попеременным его включением добежать до нужной нам двери. Именно эта дверь нам нужна. В принципе, конечно, вы можете и другое место адаптировать. Но если вы новичок, то можете начинать с этой локации. Зачем себе усложнять? Будьте осторожны, здесь могут быть гоблины. Так что со временем вы можете наработать собственные алгоритмы и заходить в эту дверь с другого конца, сначала убивая гоблина. Вон там они слева ходят, целых двое. Но они могут сагриться на вас и очень неприятно со спины напасть. Но у меня это не происходит, поэтому я начинаю запиливать этого скелетона-чемпиона. Как вы видите, он застрял в двери. Вблизи к нему подходить нельзя. Если он на вас сделает проказ своей атаки, он атакует трижды. Комбо-атака у него. В общем, если он атакует, то, скорее всего, разрушит дверь. А если разрушит дверь, то он начнет свободно здесь разгуливать. Конечно же, за того же рейнджера вы сможете убить его, даже если он будет за вами ходить. Предварительно все зачистите, чтобы мелкие вам под ногами мобы не мешались. И просто будете бегать от него, расстреливать. Когда запомните его анимацию атак, вам станет несколько попроще. Вот, видите, гоблины мне помешали. Надо было в идеале сразу же их убить. И несколько magic missles я затрачу на них. В принципе, это самое такое дамажное заклинание за невкачанного лоховского мага. Считайте, у меня он третьего уровня, но по факту сейчас это работает как первого. Потому что никакие характеристики с уровнями на данный момент, на момент записи этого видео не растут. Вот, ну можете тут еще что-то зафармить. Там еще один гоблин есть. И, собственно, будьте осторожны, потому что здесь игроки часто ходят. Кстати, вот мне повезло, мне выпал магический шар. И сейчас я начну запиливать с него скелетона. Но для начала мне нужно помедитировать, чтобы восстановить заряды. Когда вы медитируете, то не забывайте выбирать конкретное заклинание на E. Вот, собственно, заряды восстанавливаются. И сейчас я буду готов побеждать чемпиона скелетонов. Пытайтесь ему попадать именно в голову, потому что так вы его быстрее убьете. В голову больше всего урона. И смотрите, потому что он там щитом блокирует. Лут довольно неплохой, синего качества, совсем неплохой, я бы сказал. Вы сможете его выгодно продать на торговой площадке, если вы уже являетесь членом ее гильдии. Как это делать, можете посмотреть. У меня гайд также есть по торговле, обмену. И там даже есть фишка с переносом предметов между своими персонажами. В общем, здесь нажимаете рычаг. И вот здесь открывается еще один тайный проход. Ну или не совсем тайный, не суть. Оттуда выходит еще один босс скелета. Иногда, кстати, они в эти проходы прям свободно туда-сюда проходят. То есть это как вам повезет. Ну, за рейнджера, опять же, вы без проблем. Просто сначала мелких ботов убейте, чтобы они вам не мешались. Потому что иначе вас могут убить. И также можете за рейнджера установить здесь капканы на случай, если появятся враждебные игроки. И, в общем, проделываем такую же операцию с новоприбывшим чемпионом скелетом. Можете даже фармить их из-за ближников. Вам просто нужно изучить анимацию их атак. Это принцип фарма вообще всего в этой игре. Кто-то говорит, что это абуз. Ну, блин, значит, вся игра заключена в абузе. Кстати, вот здесь есть такой сундучок неплохой. Ну, рычаг этот, он просто закроет вас в пещере. Не знаю, может быть, кому-то пригодится. Мне потребовалась отмычка для открытия этого сундука. Но это не всегда так бывает. Просто мне не повезло. Вот, также не забудьте, в общем, этот сундук здесь проверить. Ударил, отступил, ударил, отступил. Изучение мобсетов, анимации атак и движений мобов. Это краеугольный камень этой игры. Так задумано разработчиками. Здесь игра про это. Поэтому убивайте, как хотите, как вам удобно. Я вам показал один из вариантов. Кто в лайк и коммент молодец, видосику конец.